Ульяновск Политики, спортсмены, артисты, журналисты, школьники и студенты И все это разворачивается в здании Ленинского мемориала Где сейчас и находится наш корреспондент Наталья Вишанина Мы сейчас в Ленинском мемориале и я поговорю с режиссером этого проекта Который расскажет какая цель у него Уникальность этого проекта в том, что на нашем проекте присутствует сам автор Мосье Абле, француз убогой, чтобы не измучилось дитя, учил его всему шутя Не докучал моралью, строго и слегка за шалости бронил и в Ленинский сад гулять Я задаю Раису Тайну, одной из участниц нашего проекта, вопрос Что нового вы открыли в тексте Пушкина «Столик»? Вы знаете, Евгений Онегин, это произведение на все времена И не случайно оно выбрано именно в рамках фестиваля «Мир эпохи» Самое интересное, что, как нам сказали, это сенсация этого проекта в присутствии автора Насколько соответствует замыслу, да Может быть, оно теперь современно звучит, действительно вне времени Когда я это писала, сочиняла, сложно было представить, что такие именитые актеры будут исполнять роль Евгения, роль Татьяны Исполнение, и то, что я увидела на сцене, естественно, поразило меня просто до глубины души Насколько Татьяна была нежная, скромная Именно ту девушку, которую я и пыталась изобразить Какой Евгений был, не побоюсь этого слова, гадкий тип в начале, но после Естественно, после жизнь его исправила И самое важное, что актеры показали это исправление И я бы хотел, чтобы это произведение было не только на слуху в плане текста, но и в плане музыки Поэтому хотелось бы послушать, какие композиторы могут мне предложить какую-либо мелодию Впечатлившись увидимого о этом проекте, присутствовал композитор здесь, Петр Ильич Чайковский И он загорелся до идеи, как мы узнали совершенно в той же свежей новости Он сейчас нам в эфире расскажет, что он придумал Вы знаете, конечно, кроме меня Чайковского, вряд ли кто-то мог бы написать столь гениальное сопровождение Пушкину Но был ли счастлив мой Евгений, свободный в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений Начинает на заднем фоне звучать тромбон Конечно, конечно, моя опера, моя музыка, она будет иметь колоссальный успех Если бы я был жив, я бы написал что-то для Пугачевой, безусловно Но, к сожалению, мой роман сложился с Евгением Онегином Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, учел он ученый малый, но федант Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока Хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку, да? Огнем нежданных эльбеграмм Я должна сказать, что проект продолжается и в нем могут принять участие все жители Ульяновска Главное быть готовым к тому, чтобы встретиться с Пушкиным и Евгением Онегином